Всем привет! Всем привет! Это последний выпуск новогодних... Посидушек в данном случае, да. В этот раз решили, что, ну, так как большие московские пробки, мы просто посидим. Да, кстати, в Москве есть ощущение, что люди, которые... Ну, то есть, как будто бы люди весь год сидели, никуда не выходили, перед Новым годом хуяктики, а теперь можно выйти. Ну, Москва стала колом, как это обычно и происходит. После 25-го числа, честно говоря, надо отсюда куда-то сваливать. Вот. Сейчас сидели, очень интересно разговаривали. Вот. Несмотря на состояние, нестояние с утра, после субботы. Вот. Включилась камера, я прям почувствовал нотку в юрином голосе. А, блин. Реально какая-то херня. У меня вот на бессознательный механизм, когда включается камера, все становятся такими сразу. У тебя как было, Калян, кстати? С чем? С подходами. С подходами? Просто люди, которые снимают подходы, да, у многих. То есть, как только... Первый опыт с ней съемки подходов. То есть, как только мы вот этот... Саша красивый, который я вот так называю. Ты тоже красивый, кстати. А я? Серьезно. Ну, ты тоже такой... Ты телкам нравишься, Юра. Я кому показываю, Юра, говорю, какой, блядь, интересный парень. Ты ведь сейчас только об этом говоришь в конце года. Короче, когда включается камера, почему-то раз, блядь, ну, то есть, и люди перестают, блядь, нормально подходить к девкам, еще что-то. То есть, на самом деле, уже это труд. Потому что, когда тебя снимают, тебе сложнее быть самим собой. Это, блядь, неосознанная хрень. Хочется казаться лучше, чем ты есть, на самом деле. Ой, блядь, мужик. Слушай, ну, я сейчас так чусь, я же у тебя ногами. Это со временем потом куда-то, ну, дай бог, наверное, одевается. Смотрите, значит, как бы, тема заключительная в этом году по катушке. Несмотря на абсурдность вообще, что мы сидим, блядь, за столом в кафе, блядь. Ну, сейчас накопилось несколько интересных моментов, но хотелось бы начать с того, что... Надо подвиняться, надо подвести итоги. Я сейчас, как этот президент, там, куранты бьют, или они сначала президент выступает, потом бьют, кого-то там бьют. Расскажи, что вот я приехал в Москву, допустим, в августе, а какие события происходили там вообще с начала года, ну, хотя бы до августа? Ну, смотрите, ребят, давайте начнем с цифр, сейчас будем как при коммунизме, там, пятилетка выполнена, значит, я себе тут, ну, подсчитывал. У нас есть какая-то жесткая статистика, значит, в этом году было проведено или проведено? Было проведено 62 индивидуалки, то есть, соответственно, 62 человека в индивидуальном порядке как-то поменялись в своей жизни. Не буду приписывать себе функции какого-то пророка, то есть, по факту, 62 индивидуалки. Прошло 6 групповых тренингов, в которых в общей сложности там было, ну, где-то примерно по 200 человек. Один из них закончился, я уже, блядь, у меня что-то дни не смешать, ну, вот в прошлое воскресенье, 20-е было или какое-то. Прошло два масштабных онлайн-тренинга, то есть, в апреле месяце, и, соответственно, вот крайний был в ноябре, ну, то есть, 2.0 Pro. То есть, в общей сложности было около 600 человек на двух этих тренингах. Ну, официально, но, как показывает практика, люди там складываются с другом или, не знаю, там, на всю деревню, как раньше телевизор ходили смотреть. И потом смотрят гораздо больше людей, то есть, ну, как бы, я говорю официальные цифры. Проведено 4 тренинга, 23 инструмента, в которых участвовало, там, по 7, ну, примерно 70 человек всего. И проведено 104 скайп-консультации, то есть, ну, я имею в виду платных, как бы, мы, как видите, проводим какие-то бесплатные, я их просто не считаю. Бесплатные проводить интереснее, к слову, да, сейчас закинем фишку, что, если у кого-то есть проблема поинтереснее, чем, Вов, а как мне знакомиться с девушками, там, а как подходить, а что делать и так далее. Вот два зуба здесь, да, как бы, вместо одного, да, то пишите в личку, там, когда-то в комменты, ну, находите как-то мои контакты, пишите коротко свою проблему, условия такие, бесплатная скайп-консультация, мы вас показываем у себя на канале, собственно, это единственное требование, вы рассказываете что-то вашу проблему, я попытаюсь помочь вам ее решить, ну, исходя из своего опыта и своей компетенции. Если я в этом некомпетентен, ну, я посоветую вам кого-то, кто вам может в этом помочь. Какие-то такие цифры, то есть, год был нормальным, клевым, ну, как бы, для меня лично, таким, ну, скорее, тяжелым, чем неткость, купил новую тачку, это приятно. Новые кроссовки. Новые кроссовки, блядь, новые трусы, вот, новые носки. Из плохого, что полежал в больнице, причем так полежал, что чуть не сдох, не знаю, в очередной раз миссия по вывезению моих родителей в Таиланд или куда-то в другую страну выполнена, то есть, вот, мама с папой довольны и счастливы, хотя они мне все время отговаривают, чтобы я этого не делал, но я не знаю, почему это делать, мне искренне хочется. Потому что, ну, для меня важно видеть лица людей, которых я люблю, счастливыми, недовольными. Что еще? Сколько там трахнул девок, ну, вот у вас, наверное, такие сейчас вопросы пойдут, это ребят, как бы, ну. А есть какая-то, может быть, у тебя все равно статистика, вот, за последнее время все-таки, какие больше вопросы там чаще задают, чтобы сейчас вот коротко на них можно как-то ответить? Я хотел бы, чтобы ты еще какой-то там от себя что-нибудь сказал, интересно, что у тебя за этот год случилось? С августа прошло достаточно, как бы, ну, большое количество разных событий, и я, когда ехал сюда на тренинг, ну, я вообще представлял вообще, ну, что все это будет по-другому, что я отучусь, и потом вот, ну, на практике вот будет вот так-то так. То есть вообще оказалось все не так, как я думал. Все-таки после того, когда проходит тренинг, приходится все-таки работать над собой, и на самом деле настоящий тренинг начинается после того, как проходит вот тренинг, допустим, там, у Владимира Шамшурина. То есть когда ты уже остаешься один на один, когда ты ходишь в поля, там, в торговые центры, на улице, то есть тебя никто не контролирует. Тебе никто не подскажет, как лучше делать. То есть ты уже там через какие-то, собственно, ошибки уже, ну, начинаешь там изучать себя, свои собственные состояния. Вот, и еще хорошие уроки получишь в том, что надо подходить обязательно, надо тренироваться всегда. Опять же, если ты сейчас нашел девушку, с которой тебе хорошо, ну, желательно тоже, да, но если тебе совсем не хочется, наверное, какое-то время, может, какое-то время не делать этого, не знаю. Ну, на самом деле, я сейчас рушу свои же собственные какие-то там, то, что я вам рассказываю, ребят, ну. Ну, это индивидуально, мне кажется, то есть если реально там человек, ну, там, встретил девочку, может, для кого-то, в принципе, и твой тренинг нужен был, чтобы встретить одну, единственную, по сути-то. И были такие случаи, когда человек приходит, не знаю, во время тренинга встречает какую-то классную девчонку, и потом все, у них закрутилось, они женились, там, создали семью и так далее, то есть, ну, значит, должно было быть так, ну, и что, как бы. Вот, я в дополнение к своим же словам хочу сказать, что вот постоянно нужно быть в тонусе, постоянно нужно делать подходы и, ну, желательно ежедневно вообще, то есть, ну, потому что какой-то опыт он, если он еще небольшой, он обязательно, скорее всего, ну, как показывает практика, не только моя еще практика, вот ребят, которые приезжают на тренинг, это потом пропадает, поэтому... Скажи, Юра, вот, ты что мне сегодня ты рассказал, там, что-то, как ты вчера вечер провел вообще? Как вот то, что девки вот эти с губами, они отошли куда-то на второй план, то есть, у тебя же там есть что рассказать? Ну, это уже, да, это статистика, естественно, что я, когда сюда ехал, в Москву, я планировал, там, вот, ну, что в моей жизни появятся какие-то такие гламурные, красивые женщины и все, и, в принципе, ну, к этому все и пришло, что они действительно начали появляться, но я понимаю, что я не то, что не могу с ними общаться, не потому, что мне, там, ну, не хватает, там, денег, не хватает, там, ну, каких-то материальных, там, ценностей, а там уровень сознания и вообще интересов, он разный, то есть, и мне даже не хочется расти в эту сторону, вот, ну, не в плане, там, денег, а в плане, вот, развития, то есть, мне нужно немножко другое, то есть, мне нужно, может быть, возраст уже говорит свое, и нужна какая-то своя душевная такая теплота, то есть, женщина, которая дает именно тепло, она, там, не завязана на том, что у меня там дешевле дорогой автомобиль, она смотрит, какой я человек, и хорошо ли нам в моменте. И после большой, действительно, кучи каких-то свиданий, с которых я просто реально через 5 минут вот... Последние свиданки какие были, расскажи, Юра, блядь. Вот это к вопросу о том, что не надо себя наебывать, да, и делайте то, что хотите, и не делайте то, что не хотите. Вот про чехану эту там как это было, расскажи. Ну, последние свиданки я уже начал проводить тотально массово, потому что, ну, вот уже хотелось быстрее что-то найти свое, и были такие случаи, что приходили на свидание, приходила девочка пьяная, приводила с собой каких-то там подруг, то есть, ну, приглашаешь одну, приходят две, то есть, ситуаций было действительно много разных, и в какой-то момент я уже понял, что мне начинается, ну, быть некомфортно, и... А можно еще как-то что-нибудь попить? В первую очередь, хоть пикапы... Попить что-то. Ты говори, говори, сейчас, погоди, да, извините. А вот мне к вас, он у вас прикольный. В первую очередь, к вам, комфортно. Простите, любезно. Я в вводе момент решил, что, ну, может быть, это я либо капризничаю, либо нет, но я, если мне некомфортно сидеть на свидании, то есть, я этого продолжать, ну, делать не буду. И один из последних случаев, когда, ну, мы пришли там с девочкой, и она, ну, нам дали не самое удобное место, то есть, где вот сидеть. Я сижу, понимаю, что на нас смотрят люди прямо в упор, какие-то пьяные вот так вот, играют громко музыка, и мне уже изначально там, ну, я чувствую, что как-то я не в своей тарелке. Ну, потом она поставила сумку между нами, я понимаю, что кинестетика у меня уже затрудняется, и я начал слегка нервничать, и в итоге, как бы, ну, я просил ее, чтобы она убрала сумку, то есть, мы на этом фоне немножко подразругались, и, короче, я решил, что я, наверное, встану, сейчас, и уйду, и встаю, и я ей говорю, что все, мне с тобой неинтересно, там минут 10 прошло, как мы сели за стол, и она на меня, короче, напрыгивает, и говорит, слушай, давай, останься, не беспокойся, ну, короче, все, ну. Ну, как ты мне рассказываешь, что вот как-то она тебе так по-женски, расскажи, ну, потому что... Все-таки женщине нужна мужчине для того, чтобы иногда вот, ну, допустим, когда он приходит там с работы, там, злой, голодный, чтобы его все-таки успокоить, и в тот, а в тот день как раз закончился... Дать какую-то женскую энергетику, да? Да, то есть, один из групп... вот как раз групповой тренинг закончился, я уставший, поехал на свиданку, и, ну, прям ехал, зевал, и в итоге вот, ну, приехал злой. И когда я хотел оттуда уже сбежать, с этого свидания, действительно, она меня просто вот, ну... Ну, то есть, чем кончилось? Ты присел обратно, или... Да, я присел обратно, и прямо я начал в моменте ощущать, что вот, ну, меня отпускает вся злость, и девочка оказалась, на самом деле, такой, ну, грамотной, приятной, и... Ну, она была с Питера, так что, ну, питерским девочкам... К слову, да, то есть, на свиданку все равно, как бы, я говорю, что нужно ходить, там, в любом состоянии, но если вы уже, блядь, как выжатый лимон, как вот у меня тоже после группы было... То есть, у меня тоже была такая, блядь, ну, даже последние недели, это просто трэш, то есть, у меня что-то... Я заработался так, что было не до девок совсем, а эта неделя какая-то, я не знал, кого выбрать на свидание, и, то есть, там, за день было эмоции вот от таких до таких, допустим, там есть такая девка с губами такая, просто, ну, с гипертрофированными. У нее очень прикольная фигура. Это с какими, покажи? Которая, которая в Атре. Ты же показывал. И, короче, все мои ученики, даже там этот, блядь, Серега с Новосиба, который еще три года назад приезжал, с ней уже перезнакомились, я сейчас мимо хожу, мне не до нее, я говорю, дай я к ней подойду. Я так прикольно отреагировал, и, в общем, вечером я заехал ненадолго, и сижу, прям уже все, у нас там такой контакт, все такое. Попрощались, поцеловались, счетчик, пообнимались, вот, блядь, вот это реально фастовый вариант, потому что, еще раз, если вы сейчас не планируете заниматься сексом прямо сейчас, лучше, наверное, не перебарщивать с киноэстетикой, потому что это очередной раз доказывает. Она, сука, что-то заподозрила, что ну так себя люди не ведут, я ее всю там облафал. Она меня пробила в интернете, как это часто и бывает. Ну и оказалось, я ей звоню, говорю, давай там, ну что, во сколько завтра увидимся? Я думаю, завтра будем классно там проводить время. Нет, ну то есть мне, она вызвала настолько вылить негативные эмоции, она мне начала говорить вот этим стереотипным мышлением, мыслью, что ты на разврате построил себе бизнес, блядь, в каком разврате я сидел с тобой, ну, мне кажется, совершенно другие вещи обсуждал. Ну вот, и мне поэтому стало так обидно, потому что, ну, блядь, я ни разу тебе сейчас не говорил, по-моему, про какой-то разврат там, не знаю, зачем ебать баллонок или что-то. Ну вот просто, насколько стереотипа мешает людям жить. И, короче, в итоге я просто уже прям, ну, громко с ней разговариваю, блядь, какого хера, ну, то есть я даже не пытаюсь ей объяснить. В общем, мы разругались в хлам, я такой злой, блядь, лег спать. Потом были какие-то другие девки, то есть потом... И у всех, знаете, вот, короче, у каждой девки там своя какая-то жизненная история, свои отношения, что там такое, свои отношения с родителями, то есть... Ну, ребят, не отвлекайтесь. Хорошо. Ну, смотри, значит, у всех какие-то жизненные историки, свои отношения с родителями, то есть у кого-то там... То есть я все это с ними разговариваю, все это слушаю, понимаю, насколько реально вот у всех там свои заебы, свои тараканы, свои какие-то косяки свои. Это одновременно и интересно, и одновременно, ну, не знаю, помогать, узнать людей, то есть и потом понимать, как с ними работать. То есть был секс, ну, девочка прикольная, но вот меня не устроило, допустим, качество секса, вот именно... Она какая-то нераскрепощенная, то есть ей плюс она постоянно кормит завтраками, говорит, вот завтра, завтра, вот я пока такая, я потом раскроюсь. И, возможно, она права, но если человек изначально даже не хочет трогать тебя за член, то есть, ну, хоть я считаю, для каждого, ну, если девка нормальная, ей вообще... У меня была такая Ирочка, тебе, Ирочка, привет, ты живешь во Франции, не знаю, смотришь мой канал или нет. То есть она, когда смотрела на мужчину, говорит, у тебя такой охуенный член, она просто вот так... То есть вот это нормальная реакция, да, когда ты видишь там красивое женское тело, тоже ты думаешь, блядь, мне даже просто смотреть на этот привет, хочется трогать. А тут, знаешь, девка даже тебе во время секса не пытается там его взять в руку, ну, не то, что в рот, блядь. И потом говорит, что я потом раскроюсь и все будет, что-то мне кажется, это каким-то наебаловым попахивает из моего опыта, то есть вот так вот. Потом это я просто, вот как у меня, в плане женщин неделя, она такая была и работа, и насыщенная женщина. Я вчера прихожу в Атриум, короче, ну, ситуация такая, которая, к сожалению, не надо, ну, как бы, не, ну, как бы, не нужно снимать, а как бы в такие моменты, ну... Самое интересное, еще раз, ребят, подходит, происходит не тогда, когда мы там снимаем специально какие-то подходы, а именно вот так в жизни. И, короче, я сижу, ем, идет девка прикольная, такая немного восточная. Время сколько было? Похуй не знаю, 2-3, то есть, ну, как бы, я там проспался. Был обед, что интересно, это, ну, вот, это был обед. То есть, я жду клиентов, я жду Юру, я сижу, жру, идет прикольная телка, я сижу, смотрю на нее, она идет, улыбается. Я говорю, привет, она Астанарский, говорит, привет, заебись. Присядь, там, я тебе, там, кофе напою, погнали со мной, то есть, ну, там, что-то покушать, ну, не проблема, как бы, это, да, сейчас же опять люди, которые слишком буквально воспринимают, начнут орать, что... На, все, ты же сказал не платить за девушек, там, блядь, ребят, вот, если вы хотите истину услышать, приходите на тренинг, там мы этот вопрос обсуждаем с разных сторон, да. Здесь, ну, вы немножко, блядь, утрируете то, что я говорю, то есть, не суть. Девушка садится, мы начинаем общаться, уже как-то странно, что очень легко, но такая, типа, знаете, там, что-то хихихаха, и прямо сама начинает про что-то там, про секс, про все такое, я начинаю прямо это проверять на киноэстетику, офигенно реагирует, что-то бла-бла-бла, и, в общем, суть в том, что, я говорю, ты какой-то тренинг проходишь, то есть, ну, где-то наебывает, ну, неправда, и, скорее всего, так, ну, так и получилось, потому что она так и не раскрылась, так и не раскололась, ну, конечно, в итоге киноэстетика, мы сидим, она ест, я ем, поели, я говорю, я пойду сейчас на стоянку, Юра прошел мимо, я отошел, говорю, сейчас, погоди, Юра, типа, сейчас будет фаст, возможно, блядь, ну, дайте мне время, я опоздал клиентов из-за этого немножко, то есть, я говорю, я пойду на стоянку, проводи меня, ты же там, типа, на меня там набросишься, ну, то есть, сама такие шутки отмачивает, я говорю, нет, конечно, нет, в итоге, ну, беру ее за руку, уйдем в сторону стоянки, насколько еще раз, говорю, я понимаю, скорее всего, был какой-то бабский тренинг, в стиле, там, найди себе, там, богатого мужика, или что-то еще, то есть, и, то, что она нестандартно себя вела, мягко говоря, то есть, спасибо, а это за квас или за что, это за, а квас-то где, можно узнать, а, здорово, а его делают, делают, варят квас, блядь, или что-то, делают квас, блядь, делают квас, блядь, пиздец, смотрите, значит, она, видимо, ну, я говорю, я хочу посмотреть, до куда ты дойдешь, то есть, я говорю, в чем суть задания, она говорит, какое задание, какой тренинг, ну, дурочку включила, ничего не понимаю, хотя, может быть, на самом деле, не было никакого тренинга, и я ее, в общем, беру прям за руку, веду, она понимает, что мы идем в сторону стоянки, блядь, прям уже начинает упираться, я ее веду, прям уже силой, говорю, ну, че ты, давай, ну, надо же доводить дела до конца, блядь, возле лифта, она, вообще, буквально вот так вот, рога упирается просто, блядь, я говорю, погнали, я, типа, только возьму сумку, положу шапку и все, в общем, в итоге, засовываю ее как-то в себе в тачку, прям тачку возле входа, и просто уже начинаю нагло лезть, лапать везде, в итоге, не могу залезть в пирожок, потому что там просто вот нереально, блядь, но, как бы, сверху, через колготки, через все, то есть, пытаясь возбудить, какая-то битва за трусы, битва, блядь, за все, что угодно, я достаю, достаю член, там просто сейчас, видимо, там полкафе нас слушает, наверное, вот, даю ей в руку, она не берет, то есть, я буквально натягиваю руку, в общем, была какая-то жесткая борьба, то есть, до того, что она открывает дверь, вот так выставляет ногу, я пытаюсь дверь закрыть, понимаешь, что прищемляю ей ногу, она орет, рядом телки садятся в ВВ, там, ну, джип такой, короче, ну, видимо, они решили уехать с парковки, там, просто шли с магазина, они видят всю эту картину, блядь, в общем, был трэш, то есть, произошел, зовем это так, сексуальный контакт, да, и это был, ну, просто, блядь, я выхожу весь потный, красный, мокрый, блядь, это, по тачке разбросано, блядь, не знаю, там, одежда, там, то есть, это было мясо, но, то есть, это вот именно происходит на каких-то энергетических моментах, потому что такое специально не придумаешь, такое бывает, и если вот как бы здесь сейчас опять у кого-то будет мысль, что это все пиздеж, ребята, еще раз напомню вам про мой любимый Rolls-Royce Phantom, он же картонный, ненастоящий китайский, блядь, или что-то в этом духе, и часы тоже я в Китае покупал, кстати, вот, значит, ааа, не, я заказывал по интернету, алиэкспресс, алибаба.ком, блядь, смотрите, то есть, произошел фаст, но суть не в этом, после этого я говорю, давай все вечером сломимся, да, давай телефон, я понимаю, что она, скорее всего, ну, не вызванется, как минимум, потому что подумала, что я себе так, как шлюха повела, в итоге какая-то переписка после этого с ней, вот, в течение дня, и девка мне пишет прям сообщение, это вот как раз то, что меня уже прям точно убедило, сейчас, а девка прикольная, я не буду показывать, вы, блядь, я там свой член, я отправлю, сейчас, а белым это ее, да, сейчас, 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 блядь, оно дальше не листается, ну, короче, смотрите, то есть, где, блядь, там очень маленькая фотография, не видно, я люблю, когда мне делают подарки, бла-бла-бла, то есть, она что-то начала про подарки задвигать, то есть, и когда мне девки начинают прям открыто и сразу задвигать про подарки, у меня сразу ощущение, что это какой-нибудь там, не знаю, блядь, Павел Раков, там, или там, прости господи, там, еще кто-нибудь, там, там, Алекс Лесли, охотница, то есть, ну, я к ним, по идее, ну, к Лесли я отношусь уважительно, он, конечно, чувак, с которым многие начинали, в том числе и я, про Ракова, ну, лучше ничего, чем плохо, то есть, и я к тому, что многие тренинги для женщин, они как раз основаны на том, что там, пусть там дарят, вот это же пизда, там, твоя мисс, там, Краснодырск, блядь, там, там, пусть дарят подарки, пусть то, пусть все, пусть эти десятые, ребят, еще раз, вот, ну, чему им, как им там засирают мозги, просто подумайте, блядь, неужели мужик нормальный, такой дебил, чтобы не понять, что с него, вот, хотят только, вот, там, подарки и только что-то еще, и, кстати, для многих богатых мужиков, ну, это не проблема, то есть, ну, он действительно дарит подарки, потому что ему не жалко, у них этих бабок, он, ну, блядь, если не едет, то я не знаю, куда их, блядь, он будет ими прикуривать, короче, но при этом он же не получит ее искренне, настоящее отношение к себе, то есть, вот такой вопрос про тренинги для баб, хотел сказать, есть что-то вставить, Юра? Про подарки? У меня же была история про подарки точно такая же, потому что познакомился во Фиммоле с девочкой, она какая-то профессиональная модель, там, два раза куда-то летает, снимается, да, и, короче, я ей звоню, предлагаю там встретиться, она говорит, без проблем, все, я говорю, сходим, попьем кофе, она такая, какой кофе? Ну, я на свидание хожу только в ресторан, короче, и я заморочился, звонил Ивану, говорю, слушай, ну вот такая ситуация вроде, ну что, уже на ресторан меня вроде разводят, и я, ну, тратиться не хочу, Ивану не сходил, чисто для себя, сам сходи в ресторан, посиди, вот я на самом деле, ну, в каких-то крутых заведениях не был, здесь, в Москве, все какие-то такие средние варианты хорошие, вот, и, ну, я, короче, принимаю решение, все-таки, там, сходить, все-таки, с ней в ресторан, мы договариваемся, и у нас переписка идет, ну, договариваемся на место на какое-то, и она там еще меня спрашивает попутно, да, спрашивает попутно, а ты подарки вообще даришь или нет, то есть, и, я говорю, нет, и мне сразу же, короче, приходит моментальное сообщение халявщиков мимо, то есть, ей даже мало одного ресторана, то есть, реально. Нет, да, это же просто, ну, это на самом деле, их надо только пожалеть, наверное, таких телок, потому что, когда ей будет 40, сиськи даже, блядь, ну, резиновые отвиснут там, или все остальное тоже, а молодые девки сменят их на этом поприще. Ну, она имеет все шансы стать почетной кошатницей, там, не знаю, допустим, там, какого-нибудь своего Берилева, там, или где он там живет, и будет ходить себе под ручку с кошками, потому что, то есть, такое, настолько отношение неправильное к себе, что почему-то за секс со мной сейчас нужно, блядь, какой секс, блядь, что-то, за то, что я приду на свидание, нужно подарить подарок, и сейчас, погоди, не заплатить, и такое отношение к мужикам, да, ну, это пиздец, каким халявщикам, то есть, и это все прокатывает только на тех дрочерах, да, для которых, там, познакомиться с девкой раз в год, это, вот, блядь, событие века. Почему я еще раз говорю, вот, ну, вот эта вся тема, она хорошая, потому что, когда ты понимаешь, что, если с этой девкой тебе что-то не нравится, не устраивает, ты сейчас пойдешь и найдешь еще пять других, у тебя совершенно правильное отношение формируется, начинаешь понимать, действительно ли человек к тебе относится хорошо, да, там, устроил, не устроил, сейчас, про разных девок, вот я вам говорю, да, видите, какие они, какие они, сука, все разные, и Юлечка, вот, моя, вот, там, хорошая, любимая, то есть, подружечка, которая у меня есть, но это не Юлечка, это Юлечка, то есть, когда... Юлечка, наконец уже... Ребят, мы никуда не уйдем, можно мы доснимем, да... Я понял, я просто, ну, я уже чек сделал, и... Сделайте, как удобно, пожалуйста, не отвлекайтесь, то есть, смотрите, я сижу вчера с ней, вот, в рейсике, как бы, и, понимаешь, что она сидит вот так со мной, там, там, я ей говорю, да, я, типа, и так толстый, там, что-то много братьев, блин, какой ты толстый, то есть, там, она вот так на меня руку положила, то есть, блядь, она ничего особенного не делает, но мне настолько прикольно, просто вот она сидит, вот, блядь, и, не знаю, испытываешь какие-то космические вот ощущения, да, вот, 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 насколько они все разные, я сейчас, Юра, извините, перебил про вот эти подарки. Да, я, дабы не быть голословным, вот, про эту девочку, хотел бы показать, я не знаю, номер там закроется, просто она уже... Не, закрой, вот, как-то так, может... Ну, он там просто сбивает, ну, блядь. А мы сейчас денежкой закроем. Вот, ну, пишет, чем ты занимаешься, и я вообще гламур, девушка гламурная. Вот так вот, понял, что, блядь? Гламур в тренде, то есть, в тренде. Люблю все, все, дорогой. Это, кстати, как раз про гламурную девушку. Да, люблю все, дорогой, красивой. Вот, собственно говоря, на свидание с подарками, что нет, ну, тогда сори, короче. Ну, и дальше продолжается переписка, что с халявшиками не дружим. И я сразу решил спросить, ну, сколько, да там, может, давай дочитаем. Сколько под ключ? Она мне пишет, что под ключ, то есть, ну, и... В итоге я говорю, ну, полный пакет, то есть, ну, как бы, свидание с отелем. То есть, и, соответственно, дальше, ну, давай, до свидания, придорок, я тебя блокирую. То есть, ну, вот, суть в том, что, ну, она поняла, что никаких подарков не получит, и... Это же прикол, да, смотрите, ну, есть такая логика, когда девка начинает тебя там как-то разводить просто в наглую, какие-то подарки, блядь. Причем есть подарки вообще, блядь. Это вот это вот потребительство, потреблятство, оно реально повсюду. То есть, хороший вариант, ну, я понимаю, что вы ее уже проебете после этого, да, как бы, ну, и, как бы, слава богу. А мне, кстати, не жалко было ее после этого проебать, потому что, ну... Ну, хороший вариант это сказать, а сколько сразу тебе, ну, давай, то есть, зачем подарки, это же все равно, как бы, ну, для того, чтобы, возможно, это вообще охуительная позиция, был когда-то секс. То есть, это, что, например, ты вкладываешься там не только морально, а еще материально, блядь, и хуй его знает, может быть, тебе дадут, а может быть, нет. То есть, ну, это же шикарно сделано, да, то есть, как бы, это даже не как в бизнесе, как-то понимать, что, блядь, если ты все правильно сделал, блядь, то результат он будет, это же от тебя зависит. Надо вкладывать... То есть, можно сразу спросить, да, сразу спросить, то есть, ну, собственно, давай, сколько сразу денег-то стоит потрахаться, как бы, что тянуть, зачем вокруг да около ходить? Видишь, и блядь, девка еще так отреагировала, на что-то ее обидела. Но прикол в том, что раз она есть, раз эти сообщения есть, раз логика в такая в ее башке есть, значит, есть дебилы, которые вот так вот с ней общаются, то есть, это знаешь, блядь, сейчас вот вы сюда приходите, или я там сюда к вам прихожу, и, блядь, без подарков, то есть, ну, что за бред вообще, не понимаю. Нет, просто есть... А сними вот этот прикол, сейчас, Юра, извини, это... Такой прикол, да, Дэр? Хорош, Тимон. Это вот из серии, что в Москве никакого только прикола, блядь, не встретишь. Нет, вот это один раз они проходят, а они уже несколько кругом. В Москве и шкафе все утро, и сегодня воскресенье, половина с похмелья, короче, они уже ходят, первые часа полтора, и безостановочно просто идут. Короче, про подарки так, еще про Наденьку скажу. То есть, вчера была еще такая ситуация, у меня есть видос на Камбергерском переулке, там девушка такая, Наденька, я всю ее прям это самое, вот она такая прикольная, такая милая, такая уже взросленькая, она в каком-то таком, по-моему, то ли желтом, то ли бежевом была плаще. Я сходил с этой девушкой тогда еще на свидание, и мы сидели просто такой кокон там, то есть, настолько было все прикольно, и в итоге она тоже как-то узнала, что я типа пикапер, сказал, что я очень ревнивая, и у меня, ну, не смогу с тобой общаться, то есть, как, ну, нахуй, короче. И когда вот меня вот девушки по этой причине сливают, мне вообще искать непонятно, потому что, ну, как бы мужчину, его женщина должна принимать всецело, да, то есть, нет такого, что ты вообще клевый, но вот эта вот хуйня, вот эта вот там, мне в тебе не нравится, то есть, и тем более, у них хоть неправильная интерпретация, там, моей профессии и так далее. И получается, что если бы я работал гинекологом, и каждый день смотрел бы на женскую пизду, блядь, а иногда ко мне бы приходили старые бабки и говорили, внучок, посмотри, там что-то у меня сгнило, блядь. Всем приятного аппетита, вот. Это было бы, наверное, хуже, я хотя бы красиво девкам стараюсь подходить. К слову, о Наденьке, о разных девушках, я смотрю просто в кафе, вот, допустим, кафе, все же как-то садятся, ну, лицом вот сюда, куда-то, там, вот. А девушка сидит просто, вот, там, спиной вообще, вот, ко всем, смотрит в окно одна, думаю, блядь, может, там случилось что-то. Я просто по привычке подхожу, думаю, девушка, о, смотрю, вот это вот Надя, то есть, и начинаю разговаривать, не, там просто гламорная, а? Начинаю разговаривать и выясняю, что она по-прежнему одна, там, я говорю, слушай, тебе вселенная послала меня еще раз, там, мне тебя, наверное, надо попробовать, говорит, я говорю, вообще надо пробовать, она говорит, там, я хочу сразу себе на всю жизнь одного, а как она поймет, блядь, вот. А сколько лет ты? А ей еще тоже глубоко за тридцаточку, блядь, хотя она очень ухоженная, красивая, там, и руки молодые, лицо, то есть, блядь, реально клевая телка. Она готовится все здесь. Да, и это вот клиника, я чувствую, что может быть нехорошо, что не получилось, потому что, ну, она какая-то, ну, это проблема, как она узнает по ее логике, что этот чувак на всю жизнь, или не на всю жизнь, у нее написано на лбу будет, нет, не будет написано. То есть, и в итоге, как бы все так мило, прям вот там, все из щечки, то есть там, обнимашечки. Давай сегодня попробуем увидеться, как бы, увиделись, хуй мы увидели, я звоню ей, она не берет трубку, как бы, но это клиника, ребят, как бы, мне жалко просто, что такие девки есть, и они с тараканами, но они бывают стервозные, она-то вообще просто реально, вот, ну, блядь, хорошая, добрая, такой божий одуванчик, ну, где-то, видимо, ей там родители в мозг настраивали, что-то такое. Расскажим, в преддверии, вот, ну, 2016 года, что вообще, ну, вот, что нам ждать? А я хотел еще про кабель сейчас, прежде чем это, ты говорил мне вчера, прикольно, как вот это, про дом 2, и вообще вот это отупение, возможно, темы не связаны между собой, просто, какие-то моменты всплывают, ребят, их на самом деле огромное количество. Мне рассказать? Да, ну, если ты мой, там, если, я просто, то, что мне там рассказывают мои клиенты, мои друзья, еще кто-то у меня происходит. Я просто вырву сейчас из контекста, был случай, это ни при чем здесь. Когда я жил с девочкой, ну, мы жили три года, и, ну, я как взрослый, серьезный мужчина, уже там, ну, все-таки хотел настроиться на семью, чтобы, ну, как-то, я думаю, что все этого хотят, и в какой-то определенный момент я понял, что, ну, девочка у меня там, она где-то, ну, не дотягивает, то есть я решил, ну, не буду я ее сразу бросать, то есть, ну, попробую ее вытянуть из всего этого, потому что она там смотрела тотально вот эти передачи, какие-то такие, как Дом-2, и я потом начал замечать все, что она там видит, как они там ругаются, вот эти все модели, вот это вот, ну, то, что они постоянно, там, какой-то трэш происходит, она началась все перетягивать домой, то есть, и фразы, которые там, вот они используют, куда, говорить, я вот здесь рядом, в сисечку мне говорю, в сисечку, в сисечку, то есть я к тебе, как бы, будут сейчас жаловать, жаловать за жизнь, потому что, те же вебинары, да, многие их вести не могут, потому что, блядь, краски такая боль, он говорит, я не могу, говорит, перевести вебинар, я не знаю, кому я рассказываю, и, конечно, ставить таких человечков на компьютер сверху, и рассказывать им, блядь. Да, и суть в том, что я понимаю, что на нее, вот это телевидение, именно вот эти передачи, такие, как Дом-2, там, и прочее, то есть, ну, реально оказывает влияние человека, этот мусор, вот, который они там используют, там, ну, она тащит это в дом, и я на свою девочку, мне все с реальностью и становится сложнее общаться, потому что она вот, ну, борется в этом во всем, то есть, и... То есть, она смотрит Дом-2, смотрит, как эти дебилы там срутся, но это давно уже понятно, что там у них, по сценарию, по контракту прописано, что чем больше говна и грязи, тем... Как у тебя в проекте все твои, там, Никитоска, все ходят пацаны. Да, 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 мы же всех купили, но это, блядь, никому не говорят. Сколько мы денег истратили на подкуп пчелок в этом году, это пиздец. Суть в том, что я не знал, как с этим бороться, и в итоге, ну, при мне она, ну, как бы это не смотрится, когда я, допустим, там, прихожу домой, дверь открываю, смотрю, там, все выключается, то есть, понимаешь, что все это просматривается без меня просто, я уже... А проблема-то в чем, что она начала это, внедрять, как бы, вот эту модель, которую, вот это расскажи, Юр? Ну, я как раз сейчас и рассказывал уже об этом, что, ну, начались использоваться вот эти фразы, там, какие-то ругательства, то есть, мы когда вот, ну, общаемся, она уже, она не сама разговаривает, она разговаривает только языком вот этих героев, то есть, которых она там любит, ну, герои, герой передачи, «Медом-2», то есть, это реально полустороны смотрит, и они копируют модель поведения, там, которая постоянно, там же ничего святого-то нет, то есть, нам бы лучше что-то бы показывали хорошее, это отдельная тема, очень на геморрой, вот на такой, на геморройный сценарий, поэтому нам... Ну, что ты с этим сделал, Юра? Ну, что я с этим сделал, я, блядь, встал просто ночью, и этот кабель, который был протянут, ты знаешь, там за всеми шкафами, я отодлинул все шкафы, просто, короче, вместе с собой вернулся, короче, выкручивал, там в этот, в звездках все улетит, короче, ну, я реально, то есть, я не знаю, как это может быть, глупо выглядит, но я, наверное, это единственное, на что она посмотрела, подумала, блядь, лучше не надо, лучше не надо, то есть, я все это, с этим моментом, я решил этот вопрос, но через неделю, как бы казалось, что все-таки, есть такое средство, как интернет, и... Как говорится, не там, так здесь пролезет, дом-два, базовый, с телефона, блядь, с 3G, короче, с LTE. Ну, суть в том, что, как бы, ну, мне реально было неприятно, я хотел побороться, то есть, это прямо, ну, как бы ощущается, что это влияет уже на мою жизнь, то есть, сам я лично телевизор не смотрю, наверное, уже может быть года 3 с половиной, там, новости в интернете. А у меня он сломался еще когда, тоже полгода назад, и вот, вот реально просто перестал включаться, я не знаю почему. У меня были, было вечером, традиция, когда я уже вот так лежал, это, ну, у меня был своеобразный, там, блядь, канал 2х2, это были, короче, Гриффины, это был Южный парк, перед сном, блядь, ну, потом он сломался, и как бы все, я не знаю, что творится в мире, возможно, это неправильно, да, как говорит там тот же Потапин, когда в каком-то из своих видео, хотя он опять же не является моим кумиром, очень своеобразный чел, но он, но его, но есть смысл послушать, он так же, как я, по-своему, ебанутый, то есть, ну, какие-то вещи он слишком эмоционально доносит, я считаю, это его какой-то плод, он говорит, что если убрать первые четыре новости, из новостей, то, собственно, говорить будет не о чем, да, в Украину, блядь, что там, Крым, кризис, блядь, Сирия, ИГИЛ, то есть, все, ну, все говно убрали, причем они все геморройные, все новости геморройные, то есть, нам специально, короче, показывается какой-то определенный геморрой, то есть, мозг лучше, вот, ну, заселять какими-то положительными образами. Я надеюсь, кстати, что вот это видео по катушке, ну, на самом деле, рассказать вам у нас, ну, если сказать, что мы вам сейчас рассказываем 1% от того вообще объема информации, интересных случаев, которые происходят вот вокруг нас в нашей тусовке, с нашей командой, опять же, как сейчас все любят говорить, вот, то это, наверное, преувеличит, потому что действительно информации очень много интересной, и отвлекусь, то есть, весной, я не знаю когда, но я знаю, что вот в промежутке с нового года, там, до, там, конца весны выходит, посмотрим, как получится, то есть, выходит моя книжка печатная, то есть, не та, которая есть сейчас, хотя она тоже клевая, а именно прямо вот в печатном варианте, который вы заказываете, оплачивает, она приходит вам такая вся красивая, цивильная, в обложечке, в оберточке, в пленочке, и там, я постараюсь, ну и сейчас я над ней работаю, и соответственно, в январе буду уже усиленно заканчивать, собрать, собрать весь объем, вот, вот тех прикольных случаев, почему я тебе, Дэн, напоминаю про твои вот эти штуки, все, что могло бы и может происходить, вот в этой теме, там настолько интересно, ребята, это вот, блядь, можно об этом сказать часами, не знаю, недельное видео по катушек снять, и не затыкаться, поэтому, следите за каналом, насчет книги, будет 2 или 3 тысячи экземпляров, выпущено, то есть, там ограниченное количество, поэтому, если захотите ее почитать, ну, наверное, причем там не будет только про пикап, там будет про то вообще, как в принципе можно, какие есть варианты из бедности, выбраться куда-то более-менее повыше, озвучь, что там, какие-то тренинги, не тренинги, что будет в следующем году, может кто-то уже собирается приехать, там, тренинг тренеров, там, может быть, популярная же тема была, все, очень актуальный вопрос, давай по порядку, то есть, по поводу тренинга тренеров, ну, я его все-таки рожу, сейчас, как бы, готовится несколько тренеров в нашей команде, которых уже скоро, прям, вот, будут висеть на сайте лица, ну, это процесс не быстрый, да, но вот, как бы, ребята подбираются, я за кем-то смотрю, к кому-то присматриваюсь, и, я думаю, в течение там полугода надо будет кого-то уже там ставить, вот, прям, официально, то есть, будут, ну, будет расшириться наша команда, скажем так, то есть, и в связи с этим будет какой-то тренинг тренеров, не знаю, возможно, это будет конец февраля, или что-то еще, лично я сам еду в феврале на Гондопаса, 17 февраля в Питере будет self-made man на Радислава Гондопаса, однодневный тренинг, мы с нашей командой будем там, как бы, и плюс иду к Герасичеву на контекст, это трехдневный тренинг, 5-6-7 февраля, ребят, всем рекомендую, то есть, если вы думаете, ну, там, что, как бы, ну, я сам трачу на это деньги, я сам этим занимаюсь, мне это интересно, мне это клево, потому что, я-то знаю, что-то, ну, в моем понимании слово тренинг, и в моей интерпретации, из моего жизненного опыта, оно несколько другое, потому что у многих оно не вызывает негативные ассоциации, когда ты сидишь в офисе, работаешь в Сбербанке, и приходит начальник отдела, и говорит, у нас завтра тренинг, ты думаешь, ёп твою мать, я завтра на свидание собрался, а вечером придет какой-то мудак в пиджаке, и будет рассказывать мне, как мне продавать, там, не знаю, новый кредитный продукт, это разные вещи, ребят, что еще по поводу Нового года, что еще, да работаем активно, ребят, 20 февраля будет группа в Москве, в последнее время группа проводится чаще, все интереснее и интереснее, потому что мы немножко меняем формат, и прямо люди в процессе задают очень много вопросов, мне так прикольнее работать, потому что помимо вот этой базовой какой-то программы, вот этого каркаса, там всплывает огромное количество вопросов от людей, и мы прорабатываем именно их вопросы, и это на самом деле намного интереснее, ну как бы для меня лично, это не скучно. в процессе разработки, что в следующих групповые тренинги будет уже какой-то дополнительный бонус, то есть мы хотим помимо пикапов туда включать еще какие-то моменты личностного роста, то есть это сейчас, ну вот, да, бурно обсуждается, как это... По мотивации, в частности, потому что, ну мотивация вообще по жизни, да, там про деньги, про работу, потому что люди все чаще задают эти вопросы. Кстати, если вот сейчас, ты не помнишь хотя бы, как звали этого парня из Молдавии, из Питера? Руслан. Руслан? Или Рома? Нет? Рома. Рома? Ну, по-моему, Рома, да, то есть человек, с которым мы проводили консультацию, который в Петербурге живет там с дядей, жил, ну и там не мог найти работу, то есть вот по мотивации, ты мне звонил, я, к сожалению, не зафиксировал твой номер, то есть мы еще, напомню всем, договорились, что вот под Новый год мы с ним созваниваемся, и он говорит, как у него изменилась жизнь. Он мне буквально через неделю после этой консультации позвонил, сказал, что он нашел себе какую-то временную подработку, и он переезжает в отдельную комнату, снимает с 25-го числа, то есть у него пошла движуха. И если ты видишь это видео, мужик, пожалуйста, набери, мы еще одну консультацию, как я тебе напоминаю, снимем, просто же, ну, расскажи, как у тебя что-то задвигалось или не задвигалось. Вот, по поводу группы, да, значит, 20-го февраля будет группа, стоимость фиксированная, но, как бы, в связи с кризисом, в принципе, да, хотя это нелогично вроде бы, но все поднимают цены везде и вокруг, да, деньги там немного подобесценились, поэтому, естественно, что мы тоже будем цены поднимать, ребят, у нас, как бы, общий ценник вырос на 20%, в принципе, то есть, с нового года, ну, как-то так, плюс, мы вкладываем, ну, как бы, я и моя команда в собственное развитие, какие-то деньги, я вам говорил про эти же тренинги, потому что еще, квалификация все время повышается, и, ребят, ну, хотите качественно, платите деньги, то есть, хотите, не знаю, дешево, это вам, ну, я не буду называть эти имена, будете бегать по торговым центрам, хватать девок за жопом. Ну, то, что уровень тренинга, он в любом случае, будет уже качественнее, уже намного квалифицированнее, еще раз говорю, что мы, помимо пикапа, уже хотим внедрять какие-то темы из личностного роста. То есть, я хотел, спасибо отдельно сказать, вообще команде саппортов, то есть, ну, нашей команде, то есть, всем ребятам, Денчик тебе реально, Денчика не показывает, наверное, да, или как, ну, как Денчик скажет, то есть, покажи, что тут, тут есть Денчик, а то там, все думают, что там резиновая женщина сидит, моя резиновая женщина, я себе взял ее с собой. Вот, и, как бы, саппортов толковых, все больше и больше, о них есть какие-то офигенские отзывы, вот эти же ребята, которых мы вчера в ГУМе допинывали, они прямо вот так вот там про этого, про этого, про этого отдельно говорили, про все, что очень крутые чуваки, то есть, чем больше у нас саппортов, то есть, допустим, как проходит группа, там 20 или 30 человек сидит, клиентов, и, допустим, человек 15 еще саппортов, то есть, реально, создается впечатление, что там, блин, очень много народу, ну, и народу достаточно много, но практически на каждого, там, на двух, блин, максимум человек есть какой-то саппорт, то есть, и эти саппорты выкладываются по полной, и еще раз, ребята, вам спасибо, потому что без какой-то индивидуальной обратной связи и без каких-то пинков, ну, довольно сложно себя раскачегарить, ну, как-то так. Что еще там про Новый год, надо было сказать? Поздравь хоть всех с Новым годом. Как этот, как Путин, Ну, просто, да, то, что вот, рассказал, что тренинги выросли в цене, а теперь хоть поздравь с Новым годом, чтобы не расстраиваться, люди. Ну, ребят, чем сказать, то есть, я, 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 не, 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 поздравляйте с Новым годом, вот, то есть, а сейчас мы поедем снимать скайп-консультацию, я накупил всем подарков, кому мог, да, там, кому хотел, еще, ну, не всем, наверное, Юра, я тебе ничего не подарил, эти имени ничего не подарил, косяк, блядь, не дадите мне за это, значит, как бы, ребят, дарите подарки, то есть, не знаю, ну, дарите их от души, блядь, меняйте свою жизнь, чтобы у вас была возможность, там, подарить подарки, не знаю, своим родителям, кому-то еще, и, потому что, мне кажется, это самое стремное, когда тебе хочется сделать, чем, кому-то приятное, да, из своих близких, а нет на это возможности, для меня, допустим, вот это один из моментов мотивации, когда меня это шевелило, всегда, еще шевелит, что, блядь, ну, я не хочу, чтобы у меня из-за каких-то элементарных вещей были проблемы, потому что жизнь, на самом деле, быстро проходит, и, ну, надо успевать радоваться самому и радовать других, поэтому, ну, в следующем году, я параллельно сейчас шнурок завяжу себе, я хотел бы добавить, что ты, Володя, ну, как ты говоришь, не подарил там ни мне, ни тебе подарки, я считаю, что наоборот, в этом году ты мне, ну, сделал очень хороший подарок, не слышно там, в России, извините, я забыл, блядь, хороший подарок, то, что, ну, в моей жизни начались какие-то кардинальные изменения, то есть, я считаю, что это гораздо лучше, и... А все началось со скайп-консультацией, да, Юра? Все началось со скайп-консультацией, которые ты не хотел светить, поэтому заплатил денег, я говорю, ну, либо так, либо так, давай платно, я показываю, я еще денег, ты не хотел платить этих, потому что мне казалось, что это слишком большие деньги за часовую консультацию, а тем более, я из провинциального города, ну, а это такая, я на эти деньги могу там вместе скушать, и тут... Да, Юр, что ты преувеличиваешь, что ли у меня же миллиард, что стоит консультации, блядь? Ну, суть в том, что я хочу тебя поблагодарить, вот, чисто перед всеми вот ребятами, что действительно повлиял на мою жизнь, и я тем более сейчас уже в Москве полгода, у меня когда качественные изменения, я вообще много чего понял, что, ну, в своей жизни по отношению там к женщинам, по отношению вообще к себе, много каких-то выводов сделано, и, ну, блядь. Благодарю тебя, Володя, спасибо тебе большое. Спасибо. Не думай, что ты там оставил нас без подарков, на самом деле, ну, вот тебе искренняя благодарность, настоящие подарки, это те, которые, ну, производят душевные впечатления, а их, как бы, вот так вот. Я надеюсь, что у каждого из вас, кто смотрит канал, хотя бы, кто не может пока в данный момент попасть на личную аудиенцию, к этому сыру, то есть, смотри. Сыру. Сыру, да. К этому сыру, к этой колбасе, да. Я надеюсь, что ваши качественные изменения на каком-то, может быть, ну, не на самом высшем уровне, а где-то там, то есть, они происходят там, в ваших городах, потому что, когда я лично смотрел видео, я хотя бы начал подходить, потому что, ну, до этого я вообще там, очень много лет не подходил, но благодаря тому, что я смотрел там, день через день этого рыжего парня, после того, как приходил с работы по, ну, на компьютере, то есть, у меня начались какие-то движения, я хотя бы начал думать, что я уже что-то в моей жизни не так, то есть, я вижу, как простые, обычные ребята делают подходы, и у них, ну, вот, все нормально. На том и спасибо. Да все, ребят, значит, всех с Новым Годом, вам желаю в Новом Году ставить какие-то более амбициозные цели для себя, верьте в то, что жизнь, она реально, вы можете гораздо больше, чем вы думаете, что вы можете, чем вы о себе думаете вообще, в принципе, и мне нравится, когда на Сатаре, на динамике, бежишь и понимаешь, что уже все, ну, сейчас будет пиздец, я больше не могу, и когда Красочкина орет, прям, ну, где-то слышен его голос, то есть, громко, что вы, как же он говорит-то, блядь, что вы намного более сильнее, чем там, больше, чем вы о себе думаете, там, вот что-то такое, вы даже не представляете, на что вы способны, то есть, и в этот момент просыпаешься, какое-то второе дыхание, начинаешь хуярить, еще быстрее думать, сам удивляешься, в моменте, блядь, неужели вообще, как бы, я сейчас, как бы, я самостоятельно бы на эту физуху себя бы, не сподвиг, поэтому, ребята, ставьте амбициозные цели, пусть они вас сейчас, пусть они вас злят, потому что, когда вы пишете какие-то высокие цели, вы понимаете, что я сейчас здесь, а она где-то там, и это вызывает такую злость, злость дает энергию, дает мотивацию, не знаю, это не значит, что надо быть злым, или... Володя, я бы хотел, чтобы ты еще немножко сделал небольшую рекламу своим же ребятам, это проект в поле, который трудится где-то там в тылу, ну, что-то там они производят, то есть, расскажи им вот в двух словах, что они производят, патроны для фронта, а самое интересное, что я ничего не знаю про проект в поле, он существует, блядь, как бы, ну, у меня нет времени даже, ну, как бы, заглядывать туда, ребята, у нас есть проект в поле, очень крутая штука, как бы, он постепенно разрастается по всем городам, сколько там сейчас городов, типа? 25. 25? Такая придуманная цифра, маркетинг, да я шучу, смотрите, значит, у нас в больших, ну, многих крупных городах России есть проект в поле, в том числе и в Москве, каждый желающий может просто прийти и попробовать, то есть, там с вами одно-два занятия, то есть, ну, группой как-то, проводят совершенно бесплатно, и, то есть, плюс поддерживают тех ребят, которые уже прошли тренинги, какое-то поддержание в реальности, очень крутая штука, спасибо всем, я даже не знаю, как их назвать, полевчанам, полевикам, там, командирам в полях, в разных городах, да, то есть, вся эта тусовка постепенно разрастается, и, ну, в поле очень хороший проект, на самом деле, спасибо, вот, ребят, всех с Новым годом, с Рождеством, смотрите наши видосы, я думаю, что это уже будет последний видос заключительный в этом году, с наступившим, с наступающим, не знаю, когда вы увидите, здесь должны быть какие-то сейчас ёлки, такие, знаешь, на видео, сзади есть, ну, нет, наш на видео делают такие ёлочки, все-таки мерцают, да, мужик, это тоже не вырезаем, просто, общаемся, общаемся, попроси, пожалуйста, парней, это Саша Сколич, там, они, это, сделаем какой-нибудь дын-дын-дын-дын-дын, ребят, с Новым годом, всем пока, да, особенно, где он говорит про кризис, там, про всякую жопу, пока-пока,